Так бурлит жизнь в поселке Дубки фонтаном неприятных ароматов. Дали название стихийному болоту, куда стекаются канализационные стоки от домов, магазинов, учреждений соцсферы. Эти руины – часть огромной канализационной сети. Ее следы затерялись под толщей земли много лет назад. Насосная станция – промежуточное звено на пути к централизованному водоотведению. Однако система дала сбой. До центральной саратовской сети от самой последней мощной насосной станции чуть больше полкилометра. Сейчас вместо канализации одни развалины. Работала канализация год от силы. Это примерно 90-й год и все. То насос сгорел, то потом бюджета нет, денег нет. Самостоятельно прорыли траншею, чтобы неприятный ручей огибал их дома и огороды. Но тщетно. Молод, вода здесь заходит. Мы ничего не сажаем здесь. Мы здесь вот сажали картошку. Что-то не родится сейчас картошка. Под натиском неприятных стоков одни забросили огороды, другие – погреба. Весной когда и летом, вот они у меня тут постоянно находятся, потому что вода в погребе. Его погреб избавляется от воды только в морозную зиму. С потеплением Владимир Давыдов спасает заготовки, переставляя их с одной полки на другую. Вот до колена доходило почти. В сапогах уже нельзя было вставать. А были случаи, что и поднималось. Залезть нельзя было. Не так давно канализационную сеть решили отремонтировать. Возвели специальную электрическую подстанцию, но в итоге так и не подключили. Был просто погреб. В погребе всегда постоянно вода была. Мы его решили сделать под свинную яму. Решила не вносить вклад в общую канализацию. И сделала свою. Но проблема так и осталась. Окно не открыть, ничего не открыть. Это весь запах, весь здесь, все это здесь. Машины проезжаешь, даже в машине проезжаешь, и то уже не окна закрыты, и все, и все равно пахнет. За более чем 20 лет властного невнимания привыкли к таким превратностям судьбы. Ведь аварии на такой канализации неизбежны. Жители не надеются, что когда-нибудь смогут понять смысл выражения. Глоток чистого воздуха. Мария Смирнова, Олег Бирюков, ТВ-Центр, Саратов.